Привет! В эфире программа Breaking News и с вами я, Кирилл Скобелев. Мы знаем все о личной жизни звезд, громких премьерах, последних новинках из мира моды и главных светских мероприятиях. Хочешь быть в теме? Тогда поехали! Сегодня в программе. Лучшие выходы звезд на красной ковровой дорожке премии Эмми. Показ новой демикутюрной коллекции модного дома Ульяна Сергеенко. Премьера нового клипа Бьорк. Кто потрудился над образом певицы? Дженнифер Лоуренс сделала неожиданное признание о своих планах в карьере. Проект «Пионерские чтения» вернулся с каникул. Джи-Джи Хадид вновь удивляет поклонников. Теперь она еще и дизайнер ювелирных украшений. Любая церемония награждения – это не только подведение итогов и чествование триумфаторов вечера. Это важный светский выход для любой голливудской звезды. К такому событию подготовка начинается за несколько месяцев. Посещение косметолога, строгая диета, увеличение тренировок в спортзале, подбор образа и консультации со стилистами. Давайте же посмотрим, чья подготовка не прошла напрасно и кто продемонстрировал лучшие образы на красной ковровой дорожке премии Эмми. Николь Кидман вся сияла и светилась. И дело не только в освежающем макияже актрисы, но и в аксессуарах и необычной зоне декольте платья, которая была украшена россыпью драгоценных камней. Наряд от Кельвин Кляйн Кидман дополнила босоножками на шпильке от Харри Винстон. Рис Уизерспон для церемонии награждения выбрал лаконичное и строгое платье насыщенного синего цвета от Стелла Маккартни. Ставим пятерку. Платье-жакеты сейчас на пике популярности. Джессика Пил продемонстрировала нежный и женственный образ от модного дома Ральф Эндруссо. Платье в пол нежного пастельного оттенка, струящийся фасон и пайетки в качестве яркого акцента. Отдельной похвалы заслуживает бьюти-образ актрисы в персиковых тонах. Свежо, молодо и в меру ярко. София Вергара осталась сверна классическому голливудскому шику. Облегающее платье-бюсте в пол белого цвета и массивные аксессуары. В этом наряде от Марк Зунина актриса выглядела словно невеста. Не можем также не отметить образы следующих голливудских красавиц. Ванесса Кирби, Приянка Чопра, Эли Кемпер и многие другие выглядели на красной ковровой дорожке просто великолепно. Напомним, премия Эмми – это главная телевизионная награда в Америке, которую часто называют телевизионным Оскаром. Первая церемония награждения прошла в январе 1949 года. В Москве в особняке Эрихсона прошла презентация новой домикутерной коллекции модного дома Ульяна Сергеенко. Эпохой внахтовившей дизайнера стали загадочные сороковые, а главными героинями коллекции были выбраны боевые подруги гангстеров, танцовщицы и певицы из кабаре, старлетки и шпионки. Как прошла презентация, узнаете прямо сейчас. Это капсульная коллекция домикутер. Каждый раз мы ее делаем как такое дополнение к нашей основной истории, которую мы рассказываем в Париже на неделе моды от кутюр. Это тоже такая маленькая фантазия на тему. Как правило, это классические изделия, такие несезонные, невремени. В этот раз они, собственно, тоже на тему гангстеров. А если говорить шире, то о том, что в жизни нет плохих, каких-то хороших персонажей. Все они могут быть очень вдохновляющими. Это, наверное, немножко об этом. Поэтому, собственно, дом архитектора, который тоже сочетает вот этот красивый старинный особняк и такую современную, более советскую часть. Нам тоже свойственно миксовать эти разные совершенные эпохи. Вот поэтому мы здесь сегодня. Я думаю, что будет что-то очень красивое. Смотрите, какая публика, какой прекрасный вечер, место, особняк. Думаю, что я ожидаю что-то грандиозное. Ульяна одна из немногих дизайнеров, которая, несмотря на то, что коллекции меняются, и они не похожи друг на друга, но в то же время прослеживается одна очень изящная, очень женственная такая линия, как лейтмотив. И именно Ульяна создает наряды и платья, в которых женщина чувствует себя настоящей женщиной. Этот бренд навевает такую и лирику, и женственность, и сексуальность, и ностальгию, и восторг. Вообще, я очень люблю эстетику Ульяны, ностальгическую. Мне очень нравится, как она, ее команда, относится к советскому наследию, к русскому наследию, потому что они очень много вдохновения черпают, и, конечно же, всегда их инсталляции, на фоне которых происходит коллекция, они очень атмосферные и очень ностальгические, и очень, конечно, располагающие. И хочется так одеваться, хочется так выглядеть. Удивительно, какое интересное и необычное получивое шоу в этом сезоне. О такой концепции я и подумать не мог. Показ произвел на меня глубокое впечатление. Ничего подобного я никогда не видел. Я в полном восторге. Все было потрясающе. Я по достоинству оценил высокое качество одежды. Образы продуманные. Все без исключения материалы, каждая деталь, все безупречно. Дизайнеры создают прекрасные наряды, с которыми не выдерживают сравнения чьи-либо еще творения. Чтобы по-настоящему полюбить бренд, нужно знать все подробности создания коллекции. Я их знаю и люблю. Пожалуй, Бьорк – это одна из самых загадочных певиц нашего времени. В возрасте 11 лет девочка прославилась у себя на родине в Исландии, а затем стала популярна и по всему миру. Бьорк поет, снимается в кино, пишет музыку и стихи. А ее творчество не ограничивается одним музыкальным стилем. Электроника, инди-поп, трип-хоп, альтернативный рок и многое другое ей по плечу. На днях в сети появился новый клип исландской исполнительницы на песню «The Gate». Его премьера состоялась на популярном YouTube-канале «Nounes», который рассказывает о самых популярных событиях из мира современной культуры и популярного искусства. Режиссером клипа выступил Эндрю Томас Хуан, главной убор сконструирован Джеймс Мэрии. А футуристическое платье – это творение Александра Микеле, креативного директора модного дома Гуччи. На создание наряда было потрачено 550 часов. Но это еще не все. После этого на протяжении более 300 часов его вручную украшали камнями и жемчугом. Дженнифер Лоуренс – одна из самых популярных актрис современности. Внимание прессы приковано к ней ежедневно. За ее взлетами и падениями следят миллионы поклонников по всему миру. Хотя, конечно, за последнее время в жизни актрисы гораздо больше взлетов. Ее карьера явно идет в гору. Только за прошедшие пять лет в большой прокат вышло 13 полнометражных картин с ее участием. И это не считая бесчисленного количества промо-туров, интервью, фотосессий для глянцевых журналов, рекламных кампаний и многого другого. В скором времени поклонников голливудской актрисы ждет еще восемь фильмов, в съемках которых примет участие Дженнифер Лоуренс. Несмотря на такой рабочий график, звезда не забывает о личной жизни. Вот уже практически год она встречается со скандальным режиссером Даррена Марановски. Да уж, Лоуренс сейчас на пике популярности. Оттого так неожиданно было услышать ее новое заявление. В одном из последних интервью для телеканала «Тодей» актриса сообщила, что в ближайшие два года собирается отказаться от киносъемок. У нее будет много свободного времени, и она сможет отдохнуть. В чем причина ее внезапного перерыва, неизвестно. Актриса не дала никаких комментариев на этот счет. «Пионерские чтения» — культовый проект журнала «Русский пионер» под руководством Андрея Колесникова. Проект вернулся после каникул, и наша съемочная группа не смогла пропустить первое чтение сезона. Подробности узнаете прямо сейчас. Я считаю, что есть чем удивить и на этот раз. Прежде всего, тем, что к нам вернулись в этом номере авторы, которых я очень давно ждал. Тема сегодня вообще единственная возможная, я считаю. Тема, которой, правда, у нас до сих пор никогда не было. Как я провел лето. Я каждый раз, когда пишу свою авторскую колонку, сталкиваюсь с какими-то невразивыми сложностями. Мне кажется, что у меня нет идей, они не появятся. А если появятся, то это будет совсем не то, и все будет плохо. Потом вроде ничего. Какая-то одна семья уже, которая объединена такой важной идеей. Это написанием интересных мыслей, интересных текстов, интересного контента, авторского контента, уникального контента, которого, наверное, нигде не найдешь только на страницах журнала «Русский пионер». Это лето получилось летом островов, потому что остров Исхия – это Неаполитанский залив, Соловки – это Белое море, ну и Венеция, как известно, тоже остров. Джи-Джи Хадид – одна из самых известных персон современности. Она не только популярная модель, но и настоящий трендсеттер, а также дизайнер одежды и обуви. Девушка уже не раз при создании капсульных коллекций сотрудничала с такими брендами, как Томми Хиллфигер и Стюарт Вайцман, которые, кстати, имели оглушительный успех у публики. Но Джи-Джи Хадид не останавливается на достигнутом и с уверенностью двигается дальше к новым свершениям. Теперь модель стала также дизайнером ювелирных украшений. Совместно с популярной маркой «Мессика» девушка разработала капсульную коллекцию, которая отлично отражает концепцию бренда – бриллианты на каждый день. В коллекцию вошли кольца, серьги, подвески, многоярусные чокеры и браслеты. Также Джи-Джи стала лицом рекламной кампании. Первые снимки можно увидеть в официальном инстаграм-аккаунте бренда. В Российской Академии Наук прошел детский образовательный фестиваль. Организаторы – молодые ученые, выпускники и аспиранты факультета физики, химии и биологии, которые впервые продемонстрируют зрителям уникальное оборудование и покажут эксперименты собственной разработки. Мы находимся на 12-м фестивале науки «Ваухау», который проходит в здании Российской Академии Наук. И посвящено все это большое действие тому, чтобы погрузить юных исследователей в различные науки. От физики, химии, географии, геологии до современных технологий, робототехники, которые мы видим здесь, программирование и многих других. В концепции фестиваля являются экспонаты «Руками трогать». Мы стараемся, чтобы каждый ребенок максимально вовлекался в то, что он делает, и именно через индивидуальный опыт исследователя получал новые знания. Сегодня у нас здесь более 35 различных интерактивных зон, мастер-классов, лекций и экспонатов, многие из которых представлены впервые. Более того, кульминацией фестиваля является новое большое шоу «Гиперэксперименты» на большой сцене «РАН», которое тоже показывается впервые. Я ведущий научного буфета, провожу опыты с едой. То есть все, что я здесь использую, дети могут найти у себя на кухне. В этом, наверное, плюс научного буфета. Моё участие рассказать детям про эксперимент с черными дырами, объяснить, что это такое, показать им наглядно, как она засасывает, то есть объекты, которые рядом находятся с черной дырой, как они втягиваются внутрь, ну и, собственно, как она образовалась. Ребёнок мой говорит, что хочет быть учёным до бесконечности. Вот хотели показать ему, как оно быть учёным. На сегодня у меня всё. Вы смотрели Breaking News, программу, которая оперативно рассказывает о самых важных и интересных событиях из мира моды, кино, шоу-бизнеса и знаменитостей. Не забывайте, что новые выпуски выходят два раза в неделю, в понедельник и в среду в 18.00. С вами был я, Кирилл Скобелев. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!